В пятой школе реализуется проект «Чистая умная планета». В коридорах установили контейнеры для сортировки мусора. Они были закуплены на грантовые средства в рамках конкурса социальных проектов, который проводит одно из газоперерабатывающих предприятий страны. В этом конкурсе пятая школа побеждает не в первый раз. В прошлом году школа вновь стала обладателем гранта. Средства решили потратить на оборудование нового класса. 2 миллиона 813 тысяч 338 рублей – такая точная сумма. Именно столько стоит кабинет химии, сделанный по современному слову техники и образования. Таким образом мы получаем сейчас оборудование для того, чтобы у нас появился кабинет, в котором будет новая мебель, новые реагенты, любое оборудование, которое используется в образовательном процессе, именно в направлении химии. В конкурсе социально значимых проектов также приняли участие несколько отделов Центра досуга детей и молодежи «Современник». Отдел технического творчества, отдел по работе с семьей и молодежью, отдел по гражданско-патриотическому воспитанию и отдел экологоэстетический отдел. Каждый представил по несколько проектов. Из всех представленных победил проект экологической направленности. На деньги гранта планируется закупить футболки с логотипом и полиграфическую продукцию. Молодежный экологический патруль будет заниматься популяризацией бережного отношения к природе, то есть к экологии, среди учащихся и работающей молодежи. Это будет проведение различных акций, флеш-мобов и других мероприятий, может быть, лекционных или еще каких-то. Еще одни губкинские победители конкурса социально значимых проектов – «Приют для животных. Доброе сердце». На выигранные средства, а это чуть более 700 тысяч рублей, планируется закупить и установить дополнительные модульные блоки, где будут находиться кошки, а также утепленные вольеры для собак. Они будут находиться на территории конюшни, скажем так. Там огорожная территория для выгула, то есть можно будет спокойно их выпускать, погулять там. Участие в грантах – это шанс получить средства на реализацию проектов. По словам победителей, в дальнейшем они также будут принимать участие в подобных конкурсах. Наталья Рябинина, Алексей Магин, Денис Гимб, Новости Губкинского.